Ситуация на грани чрезвычайной. Из-за нехватки дождей почти высохло Бартугайское водохранилище в Алматинской области. Воды в нем настолько мало, что для полива ее хватит максимум на две недели. На фермерских полях уже пропала половина урожая, а убытки исчисляются сотнями миллионов тенге. При этом ни местные власти, ни гидрологи не могут дать точный прогноз о развитии ситуации. Наш корреспондент Григорий Беденко расскажет подробнее. Картина на Бартугайе не может не шокировать. От озера почти ничего не осталось. Вода ушла на несколько десятков метров, а ветер поднимает со дна тучи пыли. Такого здесь, пожалуй, не было за все время его существования. А построили водохранилище еще в 1982 году. То, что происходит сегодня на Бартугайском водохранилище, уже приобретает масштабы экологического бедствия. К настоящему времени объем этого огромного рукотворного водоема уменьшился почти в 12 раз, и вода продолжает уходить. Причина в том, что 2020 год считается маловодным. В Северном Теньшане сложился такой особый микроклимат, при котором ледники тают достаточно медленно. Соответственно, в горные реки поступает мало воды, в том числе и в реку Чилик, которая питает Бартугай. Вода, которая осталась в горной котловине на языке гидрологов, это мертвый объем. Обычно его спускать нельзя, но сейчас особый случай. При таком уровне все инженерные системы водохранилища переходят в режим транзита. То есть поступающая вода в озере не задерживается и уходит дальше. Причем наполовину с илом, который годами откладывался на дне. Мы находимся на Бартугайском водохранилище. Бартугайское водохранилище. Проектный объем 320 миллионов кубометров. В настоящее время фактически объем составляет 26 миллионов кубометров. Идет сработка мертвого объема. В связи с этим у нас вообще рабочие затворы, конусные затворы, основные они. Но в связи с тем, что мы срабатываем мертвый объем, сейчас вода уходит, где мы были, через донные водовыпуски. В настоящее время расход, приток к Бартугаю составляет в среднесуточный 55 кубов в секунду при сбросе 71 кубометров в секунду. Знаменитые конусные затворы Бартугая, которые в нормальном режиме смотрятся весьма эффектно, образуют два огромных водопада, теперь закрыты. Такое решение приняли, чтобы система не забилась донными отложениями. Дальше вода уходит в реку Чилик и Большой Алматинский канал, где используется для орошения полей. Но ее сейчас катастрофически не хватает. Мы понимаем всю эту обстановку, что сейчас сложная ситуация с притоком. Просим дать минимум воды. На сегодняшний день два поля мы поливаем. То есть у нас получается водонапорная система, по трубам приходит вода, по распределению. На сегодняшний день два поля, вода вообще не выходит с труб. Мы вынуждены были приобрести водонасосы, помпы бензинные. Вот сейчас с этих трубопроводов выкачиваем и хоть как-то пытаемся спасти посевы. Если ситуация так дальше пойдет, я думаю, процентов 50 наших посевных площадей, все погибнет. А вот это уже другое, не менее печальное зрелище. Высохшие посевы дорогостоящей соей. Воды здесь нет и уже не будет. А фермеры просто забросили поля. Больше всего страдают мелкие хозяйства. 12 миллионов только химия занимает. Кроме этого, семена, вода, как я уже сказал, дистопливо, соответственно. Дистопливо у нас за сезон по всем хозяйствам, дистопливо только расходуется порядка 150 тонн. То есть, ну, сами понимаете, затраты немаленькие. Все это уже вложено. Все это уже спахано, посеяно, химия обработана. Осталось только вот полить, дождаться взревания и убрать урожай. В хозяйстве Владимира Мышака работает около 100 человек. Теперь даже при самом благоприятном раскладе убытков не избежать. Не урожай налицо. Фермеры просят дать им хотя бы половину необходимого объема воды. Но ни гидрологи, ни представители местной власти не могут ничего гарантировать. Единственное наше спасение, если вот приточность увеличивается в ближайшее время, то водохозяйственная остановка в целом стабилизируется. Ожидается приточность к концу июля, начале августа, что приточность будет увеличена. У нас обычно на данный период, в прошлом году, приток в такое время составлял около 80-90 кубов в секунду. В этом году мы более 55, ну, было когда одни сутки около 60 кубов, не больше. В Инбекши-Казахском районе более 85 тысяч гектаров орошаемых земель. Их снабжают водой четыре предприятия, из которых самое крупное – Большой Алматинский канал имени Кунаева. Но это гидросооружение рассчитано на обслуживание и других районов области. А посевных площадей там в четыре раза больше. Это значит, что воды все равно не будет хватать.